На наши усилия, на нашу веру есть всегда свобода выбора, куда в жизни идти. И он сам выбирает свой путь. Мы не можем на это никак повлиять. То есть мы можем молиться, молиться сколько угодно, но если человек хочет идти в безумие, в криминал, в разруху, то никто не сможет его остановить. Это его выбор. Хоть молись, хоть не молись. Ну, молитва может сердце человека очистить, но выбор все равно он будет делать сам. Может быть у него совесть проснется там и так далее, но выбор все равно он будет делать сам. Но вы сейчас упрямитесь, вы не даете ему возможность сделать выбор. Говорит, я по-любому хочу этого человека, еще хочу в том виде, в котором я с ним жила три года первых. Это безумие. С вашей стороны уже, женское безумие. Такого не бывает. Человек сам решит, как ему жить. Так, как был или как по-другому. Но вы молитесь. Если вы молитесь, он не захочет с вами жить, а Бог даст другого человека. В этом мире много мужчин, с которыми можно жить. Вы молитесь, отработайте свою плохую судьбу, Бог даст обязательно мужа вам. Но упрямиться и желать именно этого человека, и готов быть униженной перед ним, означает разрушать свою семейную жизнь дальше. Увеличивать свое одиночество. И само по себе, то, что вы готовы унижаться перед мужчинами, будет притягивать именно таких мужчин к вам, которые будут совершать насилие в будущем. Нет, скандалы были не из-за этого. Скандалы были из-за того, что вы не понимаете, как правильно отношения строить с людьми, которые находятся в невежестве. Нужна дистанция сразу, очень большая. Если человек бьет, занимается криминалом и так далее, то есть нужна дистанция, жить отдельно от него надо. Ставить условия, не разговаривать, не общаться, не заниматься близкими отношениями какими-то. То есть полная дистанция от человека. И тогда не будет скандалов. А жить рядом с человеком, который ведет себя как безумец, и пытаться с ним как-то строить отношения, это глупо. Скандалы будут обязательно. Ну и что, ничего страшного. Ну подал на развод, и что, и что, от этого вы пострадали. Вы сохранили себе жизнь. В результате.